Многие из вас, вероятно, уже знают тех, кто провакцинировался, но все же заразился коронавирусной инфекцией. Если еще нет, то скоро узнаете. Заражение происходит в среднем у 1-2% вакцинированных. Однако среди невакцинированных частота заражений в десятки раз выше. Здравствуйте, меня зовут Алмаз Шарман. Я являюсь президентом Академии профилактической медицины, членом Американской ассоциации здравоохранения. Но понятно, что многих, кто получил вакцину, интересует вопрос, насколько они остаются защищенными, особенно в условиях распространения чрезвычайно заразного дельта-варианта коронавируса. Мой ответ таков, что хоть и не идеальный, вакцины все же высокоэффективны и, что очень важно, они спасают жизни. Полтора года назад, когда вакцины от коронавируса только начали разрабатывать, я ожидал, что их эффективность будет составлять не более 70%. Однако созданные вакцины намного превзошли мои ожидания. Их эффективность составила более 90%. Но заметим, что никто никогда не обещал от вакцин стопроцентной защиты. Мы все знали, что остаются около 10% вакцинированных, у которых имеются риски заражений. Ну, конечно, с появлением дельта-варианта, который оказался заразнее, чем вирусы и ветрянки, гриппа и эболы, соотношения сил в борьбе с пандемией несколько изменились. Однако, даже несмотря на это, как показал анализ ситуации в Англии, Индии и Канаде, вакцины сохраняют очень высокую эффективность и против дельта-варианта более 85%. Да, вы можете заразиться коронавирусом, даже если провакцинируетесь. Однако вероятность заражения чрезвычайно низка, в десятки раз ниже, чем если бы не вакцинировались. Более того, инфекции у вакцинированных чаще всего протекают без симптомов. Даже те из них, кто все же заболевает, приносят инфекцию гораздо легче, чем невакцинированные. Если вы окажетесь в одном помещении, где все присутствующие получили прививки, вероятность заражения коронавирусом среди них практически близка к нулю. То есть, в таких коллективах формируется своего рода микроколлективный иммунитет. Но этого не скажешь, если в одном помещении окажутся невакцинированные люди. При недостаточном соблюдении противоэпидемических мер, вероятность распространения инфекции среди них в десятки раз выше. Я часто общаюсь с врачами, работающими на передовой, в красной зоне ковидных больниц. Если во время первой волны год назад у них часто опускались руки из-за невозможности помочь тем, кто тяжело болен, с появлением вакцин, а также с помощью лекарств, уменьшающих воспаление и препятствующих образованию кровяных сгустков, спасать тяжело больных все же стало легче. Вакцинация значительно уменьшила частоту тяжелых форм болезней у пожилых и у тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Благодаря этому она позволила спасти сотни тысяч жизней на планете. Даже при заражении дельта-вариантом вероятность развития тяжелых форм коронавирусной инфекции среди невакцинированных в 10 раз выше, чем среди тех, кто получил прививки. Почти все случаи попадания в реанимацию и летальные исходы от COVID-19 имеют место среди тех, кто не вакцинировался. Это означает, что с помощью вакцинации теперь можно реально предотвращать смерть от COVID-19. Но тем не менее следует понимать, что глобальная биологическая война против коронавируса еще не закончена. Нынешний этап теперь можно рассматривать как пандемию среди невакцинированных. Они вступают в опасную фазу. Чем дольше затягивать с вакцинацией, тем дольше нам всем придется иметь дело с противоэпидемическими ограничениями, такими как запрет на посещение людных мест, ношение маски и прочее. Мы будем вынуждены ограничивать общение с пожилыми родственниками и теми, кто не имеет возможности вакцинироваться и поэтому более подвержен заражению коронавирусом. С вами был Алмаш Шарман. Берегите себя и близких. Для этого я призываю вас быстрее привиться против коронавируса. Вакцинация – это как ремни безопасности в автомобиле. Хотя ремни на 100% не защищают от травм в случае аварии, однако они способны упредить тяжелые ранения, увечья и могут спасти жизни. Так и вакцины. Хотя они и не на 100% защищают от заражений, но способны предупреждать грозные осложнения COVID и могут сохранить жизнь. Всего вам доброго и до следующих встреч!